Зайдя в дом бывшей жены и увидев ее с другим, мужчина решил совершить убийство. В коридоре он поджег висевшую одежду. Огонь распространился по дому. На момент прибытия огнеборцев горели две квартиры. В результате пожара один мужчина 1978 года рождения получил травмы. Пожарными в ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух погибших. Женщины 1993 года рождения и мужчины 1961. Сейчас поджигателя допрашивают следователи. Ведется дознание. В Улан-Удэ избили таксиста, который приехал на заказ в аэропорт Байкал. Местным водителям не понравилось, что деньги идут не в их карман. Мужчины сплотились и избили водителя-индрайвера. А в адрес пассажиров посыпались оскорбления. Пострадавший намерен написать заявление в полицию. Во дворе частного дома на улице Вакарина собака покусала 11-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в детскую республиканскую клиническую больницу с множественными укусами. С ссадинами плеча, голени, предплечья. На место выехали сотрудники управления ветеринарии. С владельцем домашнего животного проведена разъяснительная работа по обращению с домашними животными. Также объявлено предпочтение решения. По результатам проверки установлено, что в следствии не соблюдение, не обеспечение безопасности граждан при содержании своей собаки пострадал ребенок. В настоящее время в отношении владельца данной собаки ведется административное производство по двум материалам. Состояние девочки удовлетворительно. В Улан-Удэ косулю привязали к ограждению вдоль трассы. Измученное животное заметили автомобилисты. Дикий зверь был привязан веревкой к ограждению. По словам очевидцев, ее могло сбить машины или напали бродячие собаки. Поздно вечером трое мужчин на автомобилях решили покинуть остров Ольхон по льду Байкала. Планировали проехать незаметно и выехать на закрытую переправу. В итоге заблудились и съехали с дороги. Недалеко от острова Хунык Малого моря одна машина провалилась. Водитель успел выбраться. Подъем машины невозможен. Татьяна Усольцева, Новости дня.